Ас-саламу алейкум, дорогой брат! Пожалуйста, разъясните, для чего необходим имамат. Алейкум ас-саламу, рахматуллах и ва баракяту. Вообще, давайте сначала разберёмся, кто такой имам. И что такое имамат. Имам — это человек от Аллаха, который получает от него откровения, и который, согласно этому откровению, ведёт человечество к совершенству. Например, его светлый посланник Аллаха, саллаллаху алейкум алейкум ас-салам, является одним из имамов. И имамат является верой в подобное религиозное положение. Религиозное положение о том, что Всевышний в каждое время, в каждый период человеческой истории назначает определённого человека для того, чтобы тот по велению Аллаха, по велению Аллаха вёл человечество в определённом направлении. Поэтому нужда в имаме заключается, и необходимость в имаме заключается в том, что имам обучает нам, обучает нас книге Аллаха, откровению Аллаха. Имам может быть как тем человеком, который сам принёс это откровение, так и может быть тем, кто является наместником того, кто принёс откровение. Например, его светлый посланник Аллаха, саллаллаху алейкум 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 алейкум, сам принёс нам это откровение, и его имаматство заключается в том, чтобы он это откровение разъяснял, объяснял, раскрывал, толковал и доносил до людей. И также его наместники, например, его святость, его задача является то, чтобы он продолжал это дело, продолжал обучать книге людей. Как говорит сам Всевышний относительно его святости, посланник Аллаха в священном Коране, то есть обучает их, или обучает вас книге и мудрости, понимание книги Аллаха, понимание священной книги без помощи этих людей, которые получают свои знания от Аллаха через откровения, Аллах сам их обучает этим знаниям, сам обучает их книге. Так вот, без этих людей мы понять священный Коран не способны. Да, мы можем понять священный Коран в определённой степени, в той степени, в которой эта книга нам доступна. В той степени, в которой мы обладаем арабским языком, знаниями арабского языка. То есть, так как священная книга Коран не способна на арабском языке, мы понимаем, что арабский язык в определённой мере, и в этой мере мы понимаем и священный Коран. Но, помимо этого, есть глубинные смыслы священного Корана, которые нам недоступны. И эти смыслы мы, чтобы обрести, нуждаемся в этих людях, в имамах, которые разъясняли бы, доносили бы, объясняли бы нам глубинные смыслы священного Корана. А в случае некоторых аятов мы даже поверхностные смыслы этих аятов порой не способны понять. Или же у нас иногда возникают разногласия между разными учёными относительно толкования того или иного аята. И в данном случае эти разногласия, эти проблемы разрешаются именно обращением к имаму. Это одна из причин, почему имамат необходим. Мы самостоятельно книгу Аллаха понять не способны. И ещё одна задача имама заключается в том, что сказал сам Всевышний относительно его светлости, посланник Аллаха. Всевышний сказал «Ваятлю алейкум аятихи». «Ятлю алейкум» — он демонстрирует вам знамение Аллаха. Если выражаясь более понятным языком, он строит цивилизацию единобожию, он строит цивилизацию исламскую. Занимается строительством общества, строительством государства, которым этот человек, имам, управляет. Управляет этим государством, ведя это государство и это общество к единобожию. И это и есть то, о чём говорит Всевышний в священном Коране, когда говорит относительно посланника Аллаха, саллаллаху, алейкум аятихи. Что он демонстрирует вам знамение Аллаха. Знамение демонстрирует знамение Аллаха. «Ятлю алейхим аятихи ва юалимухуму л-китаба вальхикмя», — говорит Всевышний. «Демонстрирует знамение, обучает книги и мудрости». Обучение мы разобрали, что такое. А что такое демонстрация? Демонстрация — это руководство, практическое руководство. Не теоретическое обучение, а практическое руководство этим обществом. Чтобы привести это общество к истинному единобожу, к которому наша цивилизация, человеческая цивилизация и движется, и направляется. Мы идём к этому обществу, к обществу единобожия, всеобъемлемому и глобальному обществу. И эта задача доступна исключительно имаму, который руководствуется откровениями от Аллаха, которым управляет сам Всевышний Аллах, указывает путь и показывает дорогу сам Всевышний Аллах. Мы без помощи таких людей от Аллаха не способны на практике строить общество единобожие, демонстрировать, как говорит сам Всевышний Аллах в священном Коране, демонстрировать его знамения. Поэтому и в этом вопросе также есть необходимость в имаме. Продолжение следует... Продолжение следует...